Епископ Альберт, скажите, пожалуйста, как устроена структура РосХВЭ? Действительно ли, что союзы, входящие в состав РосХВЭ, как-то делегируют свои полномочия или голоса тому, кто является вот этим человеком, представителем, начальствующим епископом? Ну, насколько я знаю, это Сергей Риховский. И если это так, то вот в самой работе происходит ли, вы же региональный пастор, вы же епископ Калужской области. И как вот вы можете участвовать в управлении? Можете ли вы там формировать какую-то повестку, предложение свое вносить? Союз был организован в ответ на известный закон о свободе совести. Союз планировался, насколько я знаю и понимаю, как озонтничная структура, чтобы дать всем церквям, местным религиозным организациям, есть две формы, и централизованная. По-моему, первоначально организовали четыре ассоциации, и мне кажется, наша ассоциация, церкви и веры, ну или, как люди знают, церкви слова жизни, она тоже входила туда. Как я понимаю, это все было организовано на базе, то есть нужно было доказать 50 лет в стране, и Церковь Божия на национальный епископ Павел Сергеевич Абашин, они предоставили документы как раз Орловской Церкви, Орловского движения, то, что 50 лет они уже там были. Вот это было главное. Постепенно союз рос. Зонтик разрастался, там были четыре функции, защита, представительство, ну, несколько вот таких. Постепенно, постепенно мы обрастали, да, союз рос.хве. Уже входит на сегодняшний день на сайте, по-моему, 27 централизованных организаций, но говорят, что 30 уже входят в нас. В союзе я, ну, с первых дней понятно, что... Мы тогда не понимали, не знали, для чего это нужно, потому что создались другие централизованные организации, ассоциации. Вот, и эти ассоциации входят в союз. Есть несколько церквей, которые напрямую входят в союз. Вот, и, конечно, союз рассматривался сначала как горизонтальная структура. Вот, и функции... Сначала у нас был председатель союза. Я помню, на одном из... Тогда еще даже соборами у нас не назывались наши ежегодные. Я даже не помню, как они сейчас называются. Был председатель союза у нас. Я выступил тогда и сказал им, ну, давайте отходить от советского прошлого. Все-таки мы религиозная организация. Ну, что такое председатель союза, председатель колхоза, председатель еще чего-то. Вот, и я тогда предложил, давайте введем, ну, или епископ, или архиепископ. Ну, религиозно понятным языком. Вот, и второе предложение мое было, это было давно уже, изменить союз на церковь. Потому что союз – это не церковь. Это, ну, союз советских социалистических республик, откуда мы вышли. Одно предложение было принято, побоялись архиепископа вводить сам. И по старой писяческой традиции назначили, значит, выдумали термин такой, начальствующий епископ. Вот, это была представительская функция, представительская. Не было никакой жесткой вертикали власти. К сожалению, вот за последнее время, я не знаю, может быть, к радости. Для кого-то мы видим, что союз все больше и больше выстраивается в вертикальную и епископальную такую структуру, где вот мы не знаем, когда передавались какие функции начальствующему епископу, кроме того, что вот… Потому что у каждой ассоциации, входящей в союз, да, вот 30 ассоциаций, есть свой духовный лидер, свой духовный наставник, есть свое видение, есть свои какие-то связи здесь, в России, с церквями, есть свои связи за рубежом. Например, у «Слово жизни» у нас есть международное движение «Слово жизни», есть свои лидеры, где есть свои епископы. То есть это свое движение по миру. И церквей, и «Слово жизни» очень много по миру, по всему, по бывшим советским республикам. Мы периодически собираемся на какие-то встречи. Поэтому еще раз возвращаясь вот к структуре РосХВЕ, она задумывалась сначала как горизонтальная, ну что-то вроде вот Альянса сначала это задумывалось. Но постепенно, 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 то, что я вижу, да, что вот эти принципы, они ушли. А в чем какие-то, почему вы это видите? По каким показателям? Почему все это выстраивается, вот как я вижу, вертикаль в такую жесткую? Ну да, может быть, она не является вертикалью. Ну, например, на тех же съездах, на которые мы собирались, съезды, я не помню, как это называлось, сейчас это соборы называются, большие, малые соборы. Вот. Сначала мы могли говорить, все пастора приезжали, мы делились. Вот как я встал, внес предложение, давайте это поменяем, давайте то поменяем. Я выступал с докладами, которые иногда просили что-то, например, помню, был доклад, кто мы. И я посчитал, посмотрел, подсказал, сколько у нас только епископов может быть. Это было, конечно, комичное такое понимание всего вопроса этого. Вот. Сначала было так. Каждый пастор мог высказаться. Вот два года назад, перед очередными выборами на четыре года начальствующего епископа, опять хочу сказать, что в моем понимании, вот мы, я посмотрел это интервью с епископом Сергеем Лавриновым, ну, понимание было такое, что мы выбираем представителя, который бы отражал волю не только централизованных организаций, да, или чаяния, или надежды, или помощь, ну, которая нужна была, но и местных религиозных церквям. Вы имеете в виду представителя, вот, в отношениях с государством? Да, и с государством в том числе. Должен был кто-то быть, вот, начальствующий епископ. Он тоже, он избирается из числа, ну, по крайней мере, тогда мог избраться, но вот, к сожалению, у нас уже, или к радости, 20 лет несменяемый лидер. Вот. И в 19-м году, когда был Большой собор, когда выдвигали, я опять же предлагал нашим братьям, епископам, разговаривал, я говорю, давайте выдвинем кого-то еще. Но это неправильно, у нас в стране, но демократия. А нету даже безальтернативных выборов? Да, были безальтернативные. Это же не выборы, это просто одобрение, как бы, и все. Конкуренции никакой нет. Конкуренции не было. Я не знаю причин, почему никто не захотел. Я говорю, ну, давайте посмотрим на страну, хотя бы на президента Путина. Он и то всегда, ну, выставляли, там, Богданова какого-то, и других лидеров других партий, всегда договаривались. Всегда для всего мира было, что это демократический выбор, это не было так безальтернативно. Но вот то, что произошло в 19-м году, сделали два фильтра. Я не знаю, кем это было решено, почему это решено. Первый фильтр на выдвижение в должность начальствующего епископа, там своя сложная процедура была, документы и все остальное. До этого было просто простым голосованием, мы голосовали, поднимали руки, там, мандаты и все. Но здесь вот ввели этот фильтр, до какого-то числа надо было выдвинуть своих кандидатов. Это кандидата выбирать, надо предложить кандидата, да, с фильтром? Да, да, да. Только с фильтром предложить Духовному совету, еще там. И вот ввели новые какие-то документы совершенно, вот это все новое было. Но это вот говорит о том, как раз, что выстраивается жесткая вертикаль власти. Что ты не проскочишь, лишние не пройдут. И второй был фильтр, что лишили церкви права голосовать, придумали кучу, ты должен был как пастор церкви местной религиозной организации, придумать, ой, собрать кучу документов, подать свою ассоциацию, чтобы тебе дали твой голос для голосования. Голосует теперь только вот пачками голосов глава ассоциации, в какую ассоциацию сколько входит. Ну, например, в нашей ассоциации 230 церквей зарегистрированных и входит, и голосует глава ассоциации, епископ. Но сегодня у нас выборность есть, у нас меняются главы ассоциации, вот у нас. И сейчас это пастор Московской церкви, пастор Матсулла. 230 голосов в его одной, как бы, руке. Да, кроме моего голоса. Я опять пошел на такое, я подошел прямо перед первым богослужением на соборе вечернее было, в 19-м году, и попросил, сказал, пастор Матсулла, я хочу голосовать. Юристы там у нас были, несколько человек вокруг него, которые стали убеждать меня, что это невозможно, что все это уже поздно, вы должны были то-то-то-то. Я говорю, послушайте, я вам ничего не должен. Я представляю церковь в Калуге, я пастор, я епископ, у меня несколько церквей. Если даже я опоздал уже с какими-то вашими бумажками на моей церкви забрать голоса, то хотя бы верните мне мой голос. Сначала убеждали, что все это невозможно, что вы не имеете права голосовать. Я поднял вопрос перед Сергеем Васильевичем Риховским, я поднял вопрос, тогда был заместитель Константин Бендес, еще одного нашего товарища из органов, который курирует союз сегодня. Я перед ним поднял, и вечером того же дня мне вернули мой голос, мой мандат, и я на соборе, на Большом соборе Русского Е, голосовал от нашей церкви по всем тем документам, которые принимались, и по тем решениям, которые нужно было принять. Но остальные, видимо, не хотят связываться, добиваться, даже вернуть себе свой голос. Да, это очень тяжело, потому что даже мне сказали, кто окружал тогда апастром Ацулу, они сказали, не волнуйтесь, мы знаем, как проголосовать, мы за всех проголосуем. Вот я говорю, я не волнуюсь абсолютно, просто я хочу проголосовать за себя. В 2020 году у нас был собор, малый собор по интернету, по Зуму, я также зарегистрировался, к сожалению, меня единственного не допустили до встреч, которые были по разным вопросам, по темам, я записался, я даже отметился, что меня не подключают, позвонил пресс-секретарю, он тоже дико извинялся, что «Епископ Альберт, мы извиняемся, вас почему-то, мы не знаем, что произошло, вас не включили в группу для обсуждения, для всего». То есть я слышать слышал, но ничего не имел права. И уже в 2020 году, уже второй раз, когда приняли вот эти первые документы, которые жесткую вертикаль власти проводят, на этом соборе постоянно модератор, как сегодня говорят модное слово, тогда Павел Рейнер, он вёл всё, он постоянно повторял, что как вопрос доходил до голосования, всем говорили, что пастор, вы не имеете права голосовать, голосуют только главы ассоциаций, входящих в союз, или церкви, которые напрямую, там несколько церквей входят в союз напрямую. Вот. И я тогда задал вопрос, а для чего мы пастора нужны? Ну, то есть постепенно вы думаете, что вы становитесь вот такими статистами, да, просто наблюдаете за процессом, но в управлении или как-то в принятии решений не участвуете? Мне вот с сожалением хочется сказать, что да. Если тебе в прямой объявляют на соборе, на который мы все собрались, говорят, что вы не имеете права голосовать, это второй собор такой прошёл в 2020 году. Где никто из пасторей не мог голосовать. Надо было получить вот у своих там начальников московских или других вот разрешение открепить мандаты и голосовать им. Ну, насколько я понял, что первой причиной создания Росхвы это было требование закона и регистрация по местной церкви была невозможной, если ты не входишь в Росхвы. Сейчас такой проблемы нету и, как вы говорите, структура иерархически выстроилась, по сути, лишая возможности по местным церквям участвовать в её управлении. Но фактически под иного человека выстроили. Зачем тогда оно вообще сегодня, если церквям не нужно юридически, но они не зависят, этот зонтик. И по большому счёту то представительство, которое по идее должно снизу, как власть снизу передаётся представителю, тоже не работает. Испортилась структура. Ну, государство всё более и более хочет контролировать все религиозные организации. Когда отменили эти фильтры 50 лет и 15 лет, у нас, кстати, у меня в Калуге закрыли церковь, нашу Калужский христианский центр, тогда по решению суда, потому что мы решили не входить ни в одну структуру, а вторая церковь, вот слово жизни, мы вошли в структуру, в ЦРО и тогда получили регистрацию. Ну, это было судебное решение вокруг Калужского христианского центра, всё было, как же там, тогда это говорилось-то, ну, короче, закрыть. И мы поиронизировали, мы не знали, как будут нас с верующими, как закончат их, ну, это же как-то было. Вот, и да, мы не знаем, что дальше будет. Я езжу много по регионам сейчас, встречаюсь с пасторами, с епископами не только нашего союза, других братств, у меня всегда было большое открытое сердце ко всем, вот. И я вижу, что сегодня очень многие задумываются, а зачем нам эта структура? Многие спрашивают, зачем мы платим деньги, содержим офис, о котором мы мало что знаем, тем более в офисе пришли люди, даже неверующие сейчас, как мне кажется, в Росковой работают, и сотрудники спецслужб у нас на зарплате. Это вообще шокировало многих, вот говорят и спрашивают у меня, епископа, почему у нас сотрудник ФСБ на зарплате работает? Никто не находит ответа. Ну, судя по словам нашего президента, что бывших не бывает. Ну, а чисто юридически он на пенсии или как? Скорее, ну, мы же документы не можем проверить. К сожалению, сейчас все меньше и меньше возможностей у простых пастырей, церквей вообще получить какую-то информацию из Духовного совета. Все структуры Росхве сейчас закрыты. Правление два человека от ассоциации. Все, больше никого, никак, никуда. На Духовный совет, там есть определенное число человек, там чуть до 15 или больше 15, ну, на сайте Росковояния есть. Но даже там никакая информация не выносится. Мы не знаем, как формируется повестка. Учитывается наше мнение или нет? Кто ее принимает, эту повестку? По документам я долгие годы, я занимал три должности в Союзе. Я входил в экспертный совет, до сих пор я в экспертном совете. Я был полпредом начальствующего епископа. У нас должность есть. Не Союза, не правления, не Духовного совета, а полномочный представитель начальствующего епископа. Это люди, скажем так, начальствующего епископа, не Союза, никого. Наделенные полномочиями от его имени. Да, есть положение, разработанное. Чем занимаются, как занимаются. Вы были его помощником в Калужской области, получается. Да, до недавнего времени меня сменили. Я был в 19-м году на Духовном совете, где все братья просили, оставьте три сложных региона. Было Калуга, Орел и Нижний Новгород. И все на Духовном совете. Я был приглашен тоже на эту часть. Просили оставить троих епископов на своих должностях, чтобы был какой-то коннект с властью. К сожалению, ровно через год я только узнал, что меня сменили, мне никто не позвонил, не сказал. И на сайте я увидел, что у нас уже другой в области полпред, он числится как бы епископом, хотя он даже не пастор, а лидер религиозной группы в Калуге. Просто небольшой группы. Как вы сказали, коннект с властью, он должен приносить какие-то плоды, в первую очередь, для самой организации и для ее членов. И эффективность обычно двумя критериями оценивается. Это возможность или способность решать проблемы, которые есть у членов этой ассоциации Росковые. И второе – это давать возможности для развития, может быть, в случае с церквями, это, наверное, для большего возможности развиваться, евангелизацией заниматься и так далее. Вот как вы считаете, может быть, и не все так плохо? Все-таки многие говорят, что горизонтальная структура – это как что-то непонятное, без начальника. А вот здесь, если флот, то нужен командир. Если оркестр, то должна быть какая-то дирижерская часть. Скажите, Росковые, где вы участвуете, как решаются проблемы ее, как вы сказали, там несколько проблем регионов, наверное, что-то конкретное имейте в виду, вот ее участников, и какие возможности вам это предоставляет сегодня участие, членство в составе этого объединения? Ну, калужская ситуация с нашей церковью, с церковью «Слово жизни», которая длится уже 21 год, у нас пытаются всеми силами закрыть, забрать здание, собственно, землю. Конфликт давно идет после покупки здания. Ну, как конфликт, мы не участники этого. Мы строимся, мы трудимся, мы молимся, мы служим. Но на сегодняшний день нас исключили вообще из всей общественной жизни. Мы помогали детским домам, больше 10 лет мы хорошие и подарки, и трудились, и помогали, и покупали все, что необходимо в тяжелые годы. Потом вот год назад или два нам сказали, что в Миноборзование пришли сотрудники спецслужб известных и сказали, что никаких контактов ни с какими протестантами больше не надо. В судебном плане то, что с нами происходит, нам тоже никто не помогает. Показательно даже, вот у нас один раз в жизни был Сергей Васильевич Рюховский, он приехал тогда на конференцию. Мы делали 80-летие церкви в Калуге. Мы тогда подняли документы до Варонаева Ивана Ефимовича, который был в Калуге, в ссылке. Но мы сегодня нашли документы аж до 25-го года, 100-летие Песиаческой церкви, мы будем праздновать через несколько лет. Но тогда же Сергей Васильевич сказал, что крепитесь, держитесь. А что, ничем помочь не можем. Пока не сменят губернатора, никаких изменений у вас не будет. Судитесь, как можете. Но мы держимся, мы судимся. Никакой помощи такой нету. Быть не может. Потому что даже, не знаю, как в других регионах, но у нас никто не захотел. Ни губернатор, ни вице, никакие министры, ни помощники. Никто с начальствующим, даже встречаться не захотел. В Калуге даже мэр города, никто не был, ни одной встречи, ни с кем. Поэтому ситуация дошла до того, что дошла. Мы в судах, мы бьем на бат. В Орле может быть немножко другая ситуация, но тоже нашумевшая ситуация. Из-за 8 квадратных метров город подал на снос храма. И ситуация тоже критическая. Огромный храм, огромная площадь. Опечатан тоже верующий. Не могут собираться. У нас тоже летом приняли такое решение. Помощи реальные. Я не знаю, может быть, кто-то видит, но мы задаем вопросы. Я знаю, главы низких ассоциаций уже говорят, а зачем нам этот союз? Для чего? Если мы ничего не получаем. Ничего не осталось. Ну вот, никакой помощи, никакой защиты. Многие даже не знают, что происходит, какая повестка. Ну, какая-то московская группа сложилась, они, наверное, знают что-то. А мы, ну, знаете, это вот не хочется, чтобы было, вот как все россияне думают, да, анекдоты, шутки эти, что есть ли жизнь за МКАДом. Есть. И религиозная жизнь есть. И церковь есть. И большие церкви в регионах. И трудятся, и служат, и делают свое дело, и любят свою Родину. Но, к сожалению, ситуация все ухудшается и ухудшается. Лучше не становится. Ну, Сергей Васильевич все-таки известный человек. Вот не зайдешь, с кем не разговариваешь, в политической сфере. Все знают Ряковского. Он часто появляется на центральных каналах. И, по-моему, у него достаточно большие возможности и влияние. И, как вы говорите, губернатор-то ушел в Калужской области. Может быть, сейчас самое время там подключиться. Может быть, уже какие-то действия по помощи совершаются. Вам что-то известно об этом со стороны начальства еще и песка? Нет. Ничего не известно. Сергей Васильевич никогда не звонит ни это. Несколько лет я не получал никаких звонков. Ничего. Ни поддержки. Он был в декабре у нас в области. Собирались несколько пастырей наших. Их немного, русско-воясных пастырей. Мы-то вообще все дружим. Это была моя инициатива еще в 90-х годах. И баптисты, и писятники, и адвентисты. Мы собираемся, вместе молимся. И, к сожалению, я на этой встрече Росхвоя не мог присутствовать по болезни тещи моей. Но в осыны там ничего не решается. У нас уже полтора года новый губернатор. Но решение... И главное, никто не знает. Когда спрашивают, кто за этим за всем стоит, никто не может ответить. Ну, как же вы сказали, что Ореховский знает. И сказал, что надо дождаться смены губернатора. Ну, возможно. Он знает что-то, что мы не знаем. Вот. К сожалению, вот в последнее время я замечаю, и мне уже начали говорить даже. Кто-то посты начал делать мою поддержку в интернете. Вот. Знают... Знают церковь. Знают меня. Меня как человека. Как пастыря. Как епископа. Многие доверяют мне. Многие обращаются. Видят уже вот эту вот правозащитную, что ли, деятельность. Защиты проверующих. Очень многие пишут по регионам. Что происходит. Везде одна и та же схема. Молчите. Не выносите ссоры из избы. А вот зачем епископ Раткин вылез отовсюду? У нас было какое-то правление. И Сергей Васильевич даже вынес этот вопрос на правление. Это было первое правление. Мне потом многие звонили. Я сам этого не слышал. У нас в простых смертных не допускают до этих вещей. Но правление это порядка... Вы даже не можете трансляцию посмотреть? Нет. Никто не может. Порядка 60 человек наблюдали. Где Сергей Васильевич сказал, что его задействие канала моего. Вот я начал открыто говорить о проблемах церковных. Я начал говорить не только о Калуге. Я говорю обо всех церквях. Посмотрите, что происходит в нашей стране. Что лучше не становится. Мы должны об этом говорить. У нас должны быть представители. Если одного представителя не хватает, давайте выбирать депутатов. Давайте. Был тезис. Не лезьте в политику. У меня был интересный случай. У нас были дела в Следственном комитете. Мы писали, они вели. И буквально несколько месяцев назад, в начале зимы, мы меня вызвали. Это в Белом доме у нас, где администрация. Там есть офис представителя президента, администрации президента. И почему-то туда вызвал глава Следственного комитета. Или помощь, не помню. И он тоже задал этот вопрос. Я не знаю, почему тема пошла. Говорит, вы жалуетесь, вы пишете бастрейки, туда-туда и ФСБ, и всюду вы пишете, что у вас документы мы достали. Мы объяснили свою позицию. Почему? Потому что есть закон, мы показываем, что и как. И он тоже вдруг задает этот вопрос. А почему верующим же не надо лезть в политику? Я не знаю, тема как коснулась. Я посмотрел на портрет над ним. Грязное дело, политика. Да, все это звучало. Я посмотрел на портрет над его креслом. И там был портрет президента Российской Федерации. Я говорю, а вы не пробовали то же самое сказать президенту, который православный верующий? Что верующим не надо лезть в политику. А Дмитрию Анатольевичу Медведеву вы не пробовали такое же сказать? А членам партии наших, которые большинство верующие люди в храмы ходят? Что верующим не надо лезть в политику? И знаете, вот чиновник большого уровня, он переменился в лице, он понял, какую глупость он сказал. К сожалению, большинство наших пастырей и епископов не понимает этого. Не понимает, что они ведут антироссийскую пропаганду. В России главным, согласно Конституции, признается народ Российской Федерации, который избирает своих представителей в виде депутатов, в виде президента Российской Федерации. И когда верующие начинают топить за царя, за батюшку, за отечество, я говорю, братья, вы совсем не думаете, что однажды ФСБ просто заведет уголовное дело за попытку свержения... Изменения конституционного строя. Да, да, да. Это об этом. Просто не думают вообще. Нам царя давай. Царя давай. Какого царя? В России немножко другой строй. Мы живем в другой стране, в другую эпоху. Но у нас федерация, да, действительно. Да, Российская Федерация, она и называется так страна. Опять же, к сожалению, многие люди не читают, не то что уставы РосХВЕ и всякие законы и бумажки. Когда я спрашиваю постарей, кто Конституцию прочитал, я почти не знаю таких, кто читал Конституцию РФ. Ну, давайте посоветуем нашим зрителям все-таки участвовать в процессе формирования власти законным путем. И это и называется политический процесс. Но не поддаваться на всякого рода подмены понятий. И очень хочется все-таки пожелать вам удачи. И, может быть, вместе с Союзом как-то подредактировать устав. Но так, чтобы больше возможностей было у поместных епископов, церквей, участвовать в работе своего Союза. Вы правы, абсолютно. Россия большая страна. И она не начинается и не заканчивается в Москве. Очень много проблем в регионах. Очень много. И от строительства зданий, храмов, до аренды, до всего остального. Сколько проблем началось с революционными центрами. Фактически, я как-то на канале «На наш взгляд с небесной» делал видео о том, что нас загнали в гетто. Нас лишили всего. Мы не можем работать с детьми. Мы не можем работать с молодежью. Я не знаю, что мы можем вообще, дышать или что. Мы не можем нигде уже. Нам отделили бомжей, кормить кого-то, и, возможно, еще наркоманов. И то за наркоманов начали сажать. Известное дело, когда пастора Московской церкви, огромной церкви, которой много этих революционных центров было, или домов-убежищ для женщин, которые страдают от насилия в своих семьях, с детьми, церковь помогала, служила им, пастора выгнали из страны на 25 лет. Ребят, которые занимались реабилитацией, дали сроки до 8 лет, до 8,5. Они сидят в тюрьме. Это узники совести за то, что они помогали людям. Понятность. Потом все это... Мы знаем, как работает система, и судебная система, и органы наши, правопорядка. Мы все это знаем, мы все это видим. Конечно, я никогда не опускаю руки и говорю всем, не опускайте руки. Давайте вместе трудиться. Нам надо делать какие-то предложения для Союза. Нам нужны... Наверное, всем нужна какая-то смена лиц. Мы должны понять уже... Сергей Васильевич, кстати, обещал на Последнем Соборе, что это его последний. Он уже не молодой человек, конечно. Он много послужил, он много сделал для Союза. Но он пообещал, что это его последний срок, и что мы будем предлагать кого-то... В Союзе много достойных, умных, сильных. Конечно, нет такого опыта политической борьбы. Но он нарабатывается. Да, он нарабатывается, да. Это все несложно. И мы же понимаем, что голосуя за новых депутатов, они приходят, они представляют наши интересы, и не важно, кто, какой человек. Важно, чтобы его сердце, оно было расположено к людям, чтобы он служил этим людям. Поэтому изменения грядут, и мы с вами часть истории. И наш союз, наше братство. Не только отдельно, вот как РосХВЕ, но и другие союзы. Мы должны трудиться вместе, объединяться. Спасибо, епископ Альберт. До новых встреч. Спасибо вам.